добрый день уважаемые подписчики читатели блога не рассчитывал снимать четвертое видео по поводу эффекта дженебекова но придется потому что судя по вопросам и комментариям которые были изложены очень мало кто понял что такое эффект дженебекова и почему он так важен в теннисе рассмотрим еще раз что такой эффект дженебекова на примере коробки и разных других предметов которые сейчас покажу почему на коробке да потому что проще понять что такое предмет с тремя осями вот на данной коробке есть продольная ось короткая ось да и средняя короткая ось у нас находится вот здесь да то как бы вращается предмет вдоль этой оси до продольная ось это вот такая ось у нас вот так прощается предмет да и средняя ось это вот так вращаются прямо ну надеюсь это понятно разберем этот такой же вопрос да то же самое в принципе да можно изобразить на тяжелом вот у меня есть такой брусочек на тяжелом предмете такая гораздо легче изображать чем вот на пустой коробке на коробке просто проще понять где эти ось когда мы с вами бросаем этот предмет да то есть смотрите да то есть если я бросаю этот предмет вот так бросаю перебрасывать то есть можете сами это все дальше попробовать у вас из этого положения вот в это положение до вдоль длинной оси предмет поворачивается и с ним собственно говоря происходит ожидаемые вещи скажем так то же самое если мы бросаем предмет вот так то есть он вращается вокруг коротенькой нашей оси до перебрасываем его видите да он с ним перебрасываем через длинную ось то же самое то с него происходит вот такое движение можно отсюда посмотреть что происходит с этим предметом да вот отсюда сюда перебрасываю и теперь еще раз до через коротенькую ось до бросаю но самое интересное происходит когда мы бросаем через среднюю ось до через среднюю ось до помимо того что то есть кажется должно произойти вот такое движение на то есть у нас до из этого положения должен предмет сюда но предмет за счет эффекта дженебекова до при броске через среднюю ось до он начинает поворачиваться вот сейчас он повернулся на 90 градусов если я брошу его дальше да он повернется на 180 градусов да то есть должен был 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 отсюда повернуться так но он поворачивается другой стороной с этой стороны сейчас покажу еще раз да то есть должен был бы вот так полететь да но он переворачивается да надеюсь это хорошо на видео видно да то же самое у нас происходит с вами если мы возьмем ракетку да ракетка это тоже предмет с тремя осями какие-то оси да это длинная ось вот эта ось короткая ось на который вот так у нас на центре масса на расположены и средняя ось средняя ось она у нас расположена вот так то есть вот так проходит сквозь ракетку и то же самое вот если да я специально закрепил виброгаситель да если мы сделаем бросок бросок увидим что виброгаситель до поменял свое направление то есть если бы движение было вот так виброгаситель оставался бы на месте видно да еще раз перебрасываем и хорошо видно да что предмет поворачивается через помимо того что он поворачивается так он поворачивается еще через длинную ось да это называется эффект дженебекова да или теорема средняя оси это происходит со всеми предметами которые имеют три оси да а но не обязательно предметы имеют три оси да хотя на самом деле наверное большинство предметов все-таки имеют эти три оси но вот можно найти такие предметы у которых таких такого нет вот например такой квадратик у него это ось и это ось до одинаковые и пусть и как бы мы не бросали этот предмет какой как бы мы его не поворачивали да он всегда будет да не будет эффекта дженебекова то есть никакого поворота вокруг оси не будет потому что оси у него одинаковые да то есть он во всех осях будет поворачиваться одинаково возьмем другой предмет который тоже кажется очень похож в принципе да вот на на предмет который должен бы тоже эффект дженебекова наступать в нем да но поскольку у него только продольная ось до средняя вроде бы должна быть где-то здесь средняя ось до но и не туда вот то есть у нас опять-таки да если мы посмотрим на предмет да то мы увидим что он не при перебрасывании до никакого поворота у него такого как при полу при эффект дженебекова не происходит ну и третий предмет который в принципе тоже лишён эффекта дженебекова это обычная труба да то есть опять же по той же причине до что ось у него у этого предмета да то есть как она вот в таком положении летит да так она и летит до ничего у него да вот так не поворачивается если мы возьмем другой такой же вроде бы такой же продольный предмет да но уже другой формы вот такая палочка да то есть у которой есть уже средняя ось да вот здесь она вот так расположена и сразу начинаем бросать ее через среднюю ось да и видим что она переворачивается отсюда перевернулся сюда да перевернулся сюда возьмем другой предмет до более странный предмет скажем тогда на нем тоже очень хорошо видно вот здесь тоже вроде бы непонятно вообще где здесь средняя ось да но на таких предметах мы даже можем понять если средняя осенью или нет средняя оси да вот такого предмета да вот так бросаем до вращение нас не происходит вращение обычная до бросаем вот так вот так и у нас да опять-таки вращение происходит нормально да и как только мы начинаем бросать через среднюю ось да у нас происходят повороты да движение было здесь да движение переворачивается хорошо видно да что здесь было движение да переворачивается проще всего конечно проверить эффект дженебеку на вашем смартфоне да то есть можете фокус показывать да детям обычно они очень любят такой фокус да то есть наш смартфон книжка любая да но смартфон опасно кидать да не очень рекомендую это делать да ну скажем так над мягким над диваном или над кроватью можем попробовать смотрите да то есть средняя ось у него вот здесь если мы предмет будем бросать через среднюю ось он будет до подвержен эффекту дженебеку так бросаем да он у нас свободно так бросаем тоже он перебрасывается вращается через одну ось а когда бросаем так он начинает поворачиваться поворачиваться всегда через длинную ось и любой эффект дженебекова если мы бросаем справа налево да то у нас вращение вокруг длинной оси происходит против часовой стрелки да если слева направо то наоборот да то есть мы бросаем сюда предмет да вот у нас он переворачивается надеюсь что это видно только только ловите его не забывайте что еще можно продемонстрировать в эффект дженебеку да ну всегда найдутся скептики будут говорить что когда ты бросаешь ты что-то там подкручиваешь да вот а специально для таких скептиков условно говоря да сделан такой тренажер да но он сделал на самом деле для этого я потом покажу для чего он сделал вот вы видите да здесь подшипники здесь тоже внутри подшипник да и если я по чуть-чуть покручу да видите да моя ручка начинает вращаться до относительно головки ракеты то есть я никак не могу да то есть при малейшем движении у меня до ракетка начинает вращаться что получается то есть если я просто махнул рукой да и ракетка перевернулся да вот хорошо видно еще раз давайте я продемонстрирую да я переворачиваю ее да сейчас виброгаситель вверху и линия с черные черная линия с ребром ракетки да если я делаю простое движение виброгаситель внизу линия перевернулась да видно хорошо надеюсь да вот то есть опять таки а что это доказывает на это доказывает что предмет да на которую мы повлиять повлиять не можем никогда но делаем движение движение которое мы делаем до обычным чтобы произошло если бы эффекта дженебекова не было а просто произошло бы вот что да то есть вот предмет бы так летел да никак он не поворачивался виброгаситель так бы оставался вверху но если мы делаем движение до виброгаситель у нас начинает переворачиваться на переворачиваться то есть я не могу повлиять на это никаким образом то есть предмет насчет и начинает переворачиваться именно за счет эффекта дженебекова сейчас мы сделаем маленькую паузу и продолжим уже с мечами чаще всего я слышу о такой свой адрес да ну как же мы играли без эффекта дженебекова как джокович играет без эффекта дженебекова да что же он не знает об этом эффекте да во-первых мы не знаем знает он или нет во вторых он конечно же использует эффект дженебекова и вообще все профессионалы используют эффект дженебекова другое дело знают они о об эффекте или нет это уже вопрос что называется 3 еще раз посмотрим как работает эффект дженебекова да во время удара то есть вот я подбросил мячик да и делаю движение на видно что сейчас мой виброгаситель находится в верхней части да теперь я ударил по мячу да и мой виброгаситель перевернулся да то есть он перевернулся вот в это положение то есть я бросаю переворачиваю и заканчиваю движение надеюсь было видно может быть отсюда по получше будет раз то есть вот это положение теперь происходит вот это положение на переворот до переворот а на самом деле в большинстве случаев мы видим вот 90 градусов да и переворот уже происходит где-то там около плеча это системе посмотрим вот если я сделаю движение на камеру да вот точку удара моя до поворот в 90 градусов мячик полетел туда повернулась ракетка в 90 градусов и здесь она уже перевернулась на 180 градусов вот то есть это происходит на самом деле на любой ракетки да опять-таки в чем эффект да и что должен сделать игрок чтобы соблюсти этот еще раз повторюсь да вот у нас ракетка да на которую я не могу повлиять и вот когда я выполняю удар этот собственно тренажер сделал для этого чтобы показать как работает эффект малейшее прикосновение мяча сразу смещают это вот так вот я должен сделать движение таким образом чтобы моя ракетка да так и осталось в том же положении вот как у меня был виброгаситель напротив черной линии да так он и останется да то есть я сделал поворот и у меня ракетка так и осталось здесь да несмотря на то что да она двигается до очень подвижными но движение руки и поворот моей кисти такой что да он не влияет на удар на поворот самой ракетки на на вот это вот движение поэтому собственно говоря вращение кисти должно быть таким что вы должны идти за эффектом джиннибекова то есть повторять эффект джиннибекова до движением своей кисти вот на самом деле по сути делал не мешать ракетки бить по мячу одна из причин по которой вы должны знать об эффекте джиннибекова это основная причина в том что нужно понимать а за счет чего образуется вращение при ударе а очень часто мы видим на видео когда подводят девочку почему чаще всего девочка подводит к стене и заставляют делать вот такие вот движение типа вот за счет такого движения да у вас будет закручиваться больше мяч наверняка видели такое видео и идиотское совершенно объяснение да что за счет того чтобы я прочесываю мяч снизу вверх да у меня мячик прилетает да вот я прочесываю снизу вверх я точно по стеночке сделал движение меня мяч никуда не перелетает мяч в профессиональном теннисе перелетает за счет эффекта джиннибекова за счет того что мы начинаем делать поворот вокруг средней оси то есть вот округ вот этой оси и мяч у нас перелетает вот сейчас два я взял в руки два мяча до 1 пошлю с длинным вращением то есть с большим вращением другой сразу упадет за сетку то есть я дам ему меньшее вращение то есть большее вращение соответственно да но при этом они останутся над сетки вот смотрим я дал длинное вращение на а теперь смотрите я сделал и сделал короткое вращение видите мячик сразу дернулся и перелетел сюда за сетку большое вращение мяч сразу облизал сетку о чем это говорит о том что я поменял вектор приложения да то есть я ударил так и так вектор приложения в одном случае поворот у меня был такой в другом случае я повернул вот так то есть более резко повернул мяч и он больше закрутился а как обычно люди представляют себе вращение что если я сделаю вот так движение вот вот такое движение у меня мяч закрутится он не закрутится он полетит вверх да но он не закрутится у вас он не оближет сетку так как на данном примере поэтому собственно говоря вот эта иллюзия что вы закручиваете мяч за счет того что до придаете вот такое движение да она очень ложная и собственно говоря не мешает в понимании реального удара на то есть реальный удар происходит совсем по другим физическим законам да вот которые я сейчас вам собственно говоря объясню вот тоже самое происходит с точностью но точности я сниму отдельное видео да и силой удар а как ни странно то есть все три параметра то есть силам она же скорость до удара вращение и точность да это все составляющие одного эффекта эффекта дженебекова надеюсь было вам полезно да всего доброго до скорых встреч